здравствуйте гитаристы сегодняшнее видео посвящено техники гитариста и касается такого раздела что ли это технический минимум что такое технический минимум гитариста и вообще какой он должен быть что это должно из себя представлять но дело в том что любой музыкант который хочет научиться играть на гитаре более-менее какие-то сложные произведения что ли он должен все-таки знать базовые элементы техники гитариста конечно мы можем вы выучить там три аккорда и сказать боем там ритмы всякие играть но если вы хотите играть какую-то мелодию на гитаре то есть сольно исполнять достаточно сложную фактуру там бас аккомпанемент еще и мелодию сверху то вам все-таки нужно уметь играть базовые элементы техники гитарной я лично отношу к базовым таким элементам техники это умение играть гомообразные какие-то построения и умение играть арпеджио ну то есть перебор как бы для себя я определил такие несколько ступенек как бы ну которые я вот допустим произведения которые относятся к каждой из этих ступенек я даю своим ученикам чтобы они их так сказать освоили и уже с этим с этой базы как бы играли дальше такой момент что ученики спрашивают а смогу ли я их сыграть вот то то допустим произведение или вот то то я конечно знаю как вот он насколько он овладел тем или иным допустим этюдом что такое этюд это песка которая специально написано для того чтобы какой-то вид техники подтянуть до нужного уровня грубо говоря и еще что хорошо в этюдах мне нравятся этюды в которых повторяется какой-то элемент много раз допустим если арпеджио повторяется одно и то же там или аккорд даже один и тот же потом следующий аккорд берется тоже повторяется это очень хорошо потому что умение играть один и тот же элемент одинаково качественно это вообще как бы признак профессионала если вы возьмете даже из другой какой-то сферы деятельности человека вот допустим возьмите там плотника и вы скажите там забей там 100 гвоздей он вам их классный плотник забьет вам идеально ни одного не погнув там все четко и правильно и возьмите какого-нибудь человека который ну грубо говоря плохо это делает и наверно почувствуете разницу это того же возьмите того же плиточника который может выложить вам плитку идеально ровно там 200 штук и 300 и хоть сколько и возьмите вспомните свой собственный опыт когда вы начинали клеить две нормально третья коса там вот так то есть если вы умеете какой-то элемент повторять много раз качественно считайте что он у вас освоен вот сегодня как раз мы затронем такой как бы технический минимум так скажем номер один это я считаю такой минимум который с которым можно уже подходить к разучиванию исполнению каких-то произведений я сейчас покажу два этюда один у нас построен на гамма-образных каких-то фрагментах не знаю автора этого этюда если напомните мне буду благодарен на основе этого этюда я кстати сконструировал как бы несколько упражнений которые призваны развить независимость пальцев в левой руке у меня они выложены так гамма-образный этюд до мажор предпочтительный уровень освоения следующем темпе переносим то же самое в бас ну может быть как бы не всем там дано играть с такой скоростью но давайте хотя бы минимум минимум определим который вообще возможен при исполнении этого этюда минимальный уровень темпа то же самое басу если у вас сразу все получилось но для тех ребят у которых нет навыка игры подобных пес на самом деле здесь здесь есть очень много хитрушек которые я буду разбирать в следующем видео в этом видео я буду показывать как можно работать вообще над разными видами техники на основе этого вот этюда скорее всего эти видео по появится в течение июля месяца смотрите внимательно там будут такие интересные может быть где-то находки а где-то и общепринятые так сказать общеизвестные принципы работы и как я говорил следующий вид техники это арпеджио ну по простому так сказать их перебор который называют обозначим как минимальный уровень освоения арпеджио этюд фернандо короли ля мажор а а а а а а а Ну, этот темп не максимально, который возможно сыграть Можно сыграть, допустим, в очень быстром темпе Можно еще быстрее, но в этом темпе уже немножко будет теряться Ну, допустим, в таком темпе Уже немножко теряется сама музыка, и это становится что-то вроде спорта Но, тем не менее, умение играть в быстром темпе, это, конечно, показатель вашей правильной работы в вашей руке То есть рука расслаблена и может играть в любом темпе Давайте обозначим минимальную скорость, в которой можно играть этот этюд Ну, наверное, вот такая Следите, конечно же, за ровностью негативных спотыканий Если вы играете и спотыкаетесь, это считается, что вы неосвоили элемент этот Но если можете говорить во время исполнения, уже хорошо Вот в этой пьесе тоже можно работать, как бы, в том числе и над тремоло Играя эту пьесу, можно работать над тремоло Можно работать над четкостью звукоизвлечения, над различными ритмами Вообще, в следующем уроке, который будет посвящен как раз вот этим двум этюдам Я постараюсь показать много вариантов арпеджио и много вообще видов работы Итак, если вас интересует качественная игра, уверенная игра Постарайтесь уделить внимание этим этюдам Очень много элементов из этих этюдов вам пригодятся в пьесах, это вот 100% Смотрите следующие видео, ссылочки на ноты я помещу в описании к ролику И до встречи на следующих занятиях, пока!